Итак, всем привет, с вами Добгэп, мы продолжаем играть за США под МакАртуром И мы начали вторжение в Мексику, разберемся мы с мексиканцами здесь, с Центроамерикой И потихоньку будем распространять наше влияние и на Центральной Южной Америке Более того, я это немножко посмотрел, мы можем взять вот это в теории, да? Но фишка в том, чтобы взять вот эти фокусы, претензии на Южную Америку, вот это все Туда нам надо брать Центральный фокус, здесь видите, здесь не Иль, здесь только этот И для вот этого фокуса тоже нужно оно Так что, наверное, наверное, все-таки мы пойдем сюда Ну, в любом случае, сейчас мы идем в Канаду, потом там куда-нибудь сюда пойдем еще, да? Посмотрим Это у нас, скорее всего, пропустится, Xiaomi у нас тоже должен пропуститься В общем-то, здесь осталось не так много фокусов Ну и, конечно, нам потом еще надо будет разобраться с Рейхспактом, Монтантой И, конечно же, Интернационалом Ведь должны остаться только мы, только Америка Поехали! Ну и, как вы помните, у нас тут очень жесткая воздушная превосходство Просто какое-то безумное, на самом деле Битвы проходят моментально Что у нас по потерям? 800 против 52 тысяч Конечно, да, цифры приятные И это мы еще незаполненными дивизиями воюем Нам еще механа нужно побольше, да? Ну-ка, давайте откроем, посмотрим Да, у нас здесь еще даже не хватает еще механа только на треть То есть, ну, это вот 180 атаки из наших 400 У нас дивизия там еще в два раза сильнее Так что там будет еще в два раза больше ёпка И есть у нас на Канаду теперь возможность атаковать Давайте вот сюда пройдем еще, наверное, да? Я бы все-таки хотел взять вот эти еще вещички Тут бафы тоже приятные Можно взять И потом уже пойдем, наверное, какую-нибудь Гренландию туда-сюда посмотрим И я бы, конечно, еще вот эти кнопочки тоже нажал Планирование сейчас по-быстрому набрать Чтобы еще больше было бафов И добьем уже после этого, я думаю И постепенно нажимаем кнопочки по восстановлению Америки Потому что планирование у нас вроде как готово Давайте еще один денек, на всякий случай, да Можно начинать И опять-таки, кажется, что красная, но Это фейк информация Даже под красным, видите, мы здесь пробиваемся Потому что просто авиация уничтожает всю вражескую армию 300 тысяч потерь против 16 А вот выпадение Мехико Я думаю, вот тут уже мексиканцы должны сдаваться Все-таки они уже потеряли 360 тысяч человек Ну, как бы, надо эту войну заканчивать уже, я думаю А нам надо немножко переместить будет авиацию Сказать, говорю, у нас 7 миллионов manpower, да? На ограниченном призыве уже С 10.7% населения воеет Кайф Атлантическая торговая комиссия с Ирландией Блин Отличная идея А Ирландцы там Реально какие-то интересные вещи делают Тут куча каких-то торговли Всего А они Они же ничего потом прикольного не сделают С этими фокусами, да? Потому что они, типа, дофига торгуют с нами Вроде нет Вроде они просто очень дружелюбные торговцы Я, в принципе, не против их оставить Вот в таком варианте, как они есть Давайте-ка А, мы не можем говорить Независимость Окей, ладно, я бы хотел Нажать, но нет Будем, короче, Ирландию Максимально охранять Потому что они с нами очень хорошо торгуют И очень нам бафают ТНП Ну и вот эти ребятки капнули Мы их забираем Флот мы их забирать уже не будем У нас всего более чем хватает Отлично Отлично Я их, наверное, прям так и интегрирую Я не буду их в марионетках выделять Как я и говорил Будем мы с ними Так сказать Напрямую контактировать Напрямую контролировать все территории И Вот, кстати говоря, Антанто Давайте-ка мы это Готовим сюда атаку И посмотрим Куда еще нам надо было бы атаковать Кстати говоря Куба под атакой Надо ее спасать Срочно объявить о вторжении в Канаду Нам срочно нужно спасать Кубинцев, я считаю Попросить право на проход У нас здесь все-таки морская база Они нам ее так любезно выделили И надо, я думаю, флот наш На миссию выкинуть Ну и бои с Канады начинаются Но они заканчиваются Практически моментально У нас слишком мощные дивизии И это еще авиация Она только-только долетает сюда Я как бы начал войну Не закинув сразу авиацию Это мы сделали Давайте-ка что Вот это делать даже не знаю Есть ли нам смысл Давайте банановые республики сделаем И посмотрим, что это нам даст А судьба этих всех стран Это военная оккупация И здесь, кстати говоря, мы тоже Атакуем достаточно успешно Остается вот сюда высадиться только Наш флот еще должен сюда немножко доехать Он кажется еще движется только Ну, разберемся Кстати говоря, капитуляции одной только Канады, в принципе, хватит, чтобы капнуть всех И это прекрасно Вот мы даже какие-то уже корабли канадцев встречаем И, конечно же, разбираем Нет, это не Канада Это была как раз-таки Гражданинская федерация Но скоро, может, и Канады встретим А тем временем Мы встречаем здесь их дивизии И, ну, это просто посмешище По сравнению с нашей армией Наши генералы даже и не могли предположить Что королевская семья Не будет иметь никаких вооруженных сил Для своей защиты И всего 1000 солдат наших умерло За их почти уже сотни И начали мы нашу высадку вот сюда Этот солдат я сюда временно перебросил Здесь немножко приказы сломались Но уже все вроде как вернулось на свои места Да Так что мы едем высаживаться Авиация, конечно, уже готова помогать И британский флот решил попробовать защитить А нет, не британский, даже Венесуэл А нет Это командир из Венесуэла почему-то А, конвой Конвой он командовал, командир И он остался закомандовать канадским флотом, кайф Но очень неудачно И так они только потеряли свой флот В этой глупой попытке И мы успели сводить короля Эдварда Смотрите-ка Он пытался сбежать из страны Но были захвачены нашими силами До того, как самолет успел взлететь Много кто сбежал из военного командования Но, в общем-то, все В общем-то Португалия стала и Франция великим дежавой Да вы шутите Да вы шутите Как удачно, а, для вас Ну ладно, надо будет теперь всаживаться Португалия перестала Она теперь всаживаться во Франции Что я могу сказать И мы, в общем-то, не встретили никакого сопротивления В Панаме Видимо, британцы здесь уже Капитулировали Уже сбежали Поняли, что Канада им не поможет Поэтому наши морпехи возвращаются В родную Панаму Это именно из Панамы Морпехи прибыли в свое время Чтобы защитить Америку Помочь Маккартеру И теперь Теперь, когда Панама снова вернулась обратно Под Америку Они снова вернулись туда А, вот, смотрите-ка И мир произошел Там какой-то ивент Сработал, видимо Черт, мне не дают Все съесть Или не дают сразу все съесть Посмотрим сейчас Как и что будет Но Америку, конечно Мы все будем стараться себе Собрать Ну и смогли Отлично Так, а Антанда предлагает нам Я так понимаю Замириться Ну что ж В целом я, наверное, не против Наверное, это первый вариант Давайте сохранимся Просто раз Канада вышла Из войны, ну-ка Да, так и есть Так и есть Они предложили нам мир Ну ладно Пускай они все равно Долго не проживут Как бы, да Нам интересна Америка И, в принципе, чтобы Кроме Америки Никто не обладал Достаточными силами Еще, я думаю Нам стоит Вскоре Как же не хватает Ячейки исследований Исследовать уже Ядерный реактор начать Ну, скоро Скоро В 43-м году Не сильно раньше Они слишком дорогие По исследованиям Итак, у нас тут Всякие разведки ресурсов есть Давайте сделаем Просто потому что можем Дальше восстанавливать Штаты будем тоже И, смотрите У нас есть следующее Гаити напасть И напасть на Кубу Давайте, да Давайте начнем с Куба, пожалуй Нужно убедиться Что здесь никто Не восстанет случайно Я так понимаю Гаити вот оно, да Давайте тогда Как мы сделаем Немножко по-другому Хотя, в принципе В принципе-то Во-первых, надо немножко Наши войска вот эти вот Распределить Это они там У США, Канада Будут находиться сейчас Давайте-ка сначала Вы сюда А теперь Вы Блин, с одной стороны Хочется атаковать А с другой стороны Нет, давайте Начнем все-таки Вот отсюда Потому что Ими лучше Воюет Воюет или что Ну вот именно После того, как Италия Объединилась Там поменялись Вещи Тут вон Какие-то Мариноточные режимы Поставили И К Париже Постихоньку Возвращаются Фронта был Намного дальше Интернационал реально Камбекает Слушайте Посмотрим, что Как будет происходить Итокоперия Запада Есть Скажем Панаму Панаму станет Национальной Допустим Давайте сюда Пойдем Да Ну да Ой, у нас Тут всякие Разные КБ Есть на другие Еще страны Перу Там Колумбия Короче Сейчас мы всем Этим будем заниматься Я пока что Еще сам делаю Вот сюда КБ Кстати говоря На Колумбии Кстати говоря Я тоже делал Но видимо Зря Ну Молодой был Не знал Мы уже можем Высаживаться На Гаити Я думаю Почему нет Почему нет Начнется война С Респактом Ну Это они будут Виноваты Если они решат Защищать их Тигря Куба Тоже сейчас Да Войдет в войну Это немножко Непредвидено было Я забыл об этом Точнее Две дивизии Вот сюда Две дивизии Пускай Здесь стоят Но опять таки Мы не видим Сопротивления здесь Возможно Они сдаются Возможно У них просто И не было Армии Все это времени Там есть дивизия Возможно Дивизия И не здесь Вариантов Много Покой настоящей Мы не узнаем Так просто Но Факт Со фактом Доминикану Точнее Гаити Мы берем Без вообще Каких-либо проблем С Кубой Как будто Сейчас будет То же самое У нас Война с Бразилией Кстати говоря Сейчас здесь будет Очень неудобно Для нас Надо высаживаться Я думаю С востока Воевать вот отсюда Наверное Будет неудобно И мы встретились Бразильский флот Ну и Как бы Бразильский флот Пошел на дно Вот у падения Гаваны Произошло Куба И Гаити Полностью Теперь под нашим Контролем Куда нам Надо направить Теперь нашу армию В принципе В Америке Я вижу А у нас Не только в Америке У нас еще здесь Есть Ост-Азия Кстати говоря Против которой Тоже надо было бы Вести действия И про нее Не забывать Но благо варенье Таки наши Не в войне Да Но сюда Нам надо Направить морпехов Однозначно И мы планируем Просто грандиозную Выстку На всей Побережной Практической Линии Бразилии Из которой Мы уже Пойдем В центр Но основные Точки Как бы На побережье Находятся Так что Их будем Стараться Выбивать И конечно же Французы Португальцы Которые Мы буквально Недавно Воевали Уже готовы Нам давать Свои порты Собственно Собственно Посмотреть Потери Я бы хотел Колумбии До 30 тысяч Ну да В общем Это ничего Удивительного И мы кстати говоря Потихоньку Подходим К последним Самолетам И мы Начинаем делать Гигантские Просто Стратегические Бомбардировки 162 Стратег Атаки Поехали Это мы уже 150 Военозаводов На танках Имеем Господи Что сейчас Будет Ну вот Колумбия Капитулировала Как я говорил Захватываем И оставляем Под нашим Контролем Здесь Панама Да Прям Панама Панама Есть Их тоже Надо Будет Конечно же Под прямой Контроль Захватить Ну и мы Готовы Начать Операцию В Бразилии Влетают Наши Ребята Туда Помочь Не сильно Не достают Ну как Получится Как говорится И Уже Будем Сейчас Ее захватывать Думаю Особую Проблемы у нас не должно быть Закончим Здесь И флот Можно будет Переправить Я думаю В Тихий океан Обратно Чтобы бороться Со стазией Вообще Сколько у них Кораблей Слушайте У них неплохой флот Но Маленький Так что Роза нам не составит Тем не менее Надо быть Конечно же Аккуратным Вот они Наши высказки пошли Кстати говоря А где наш флот Который должен Помогать В вторжениях Ну где-то помогает Но не совсем Там где хотелось Быть Честно говоря Но Ладно Отправляемся сюда Здесь тоже Просто все отлично Опять-таки Организации Господи 92 Поэтому Я не знаю Что нам Нельзя будет Выбить С такой аргой Отправляемся Просто захватывать Все что Нам только попадется Чтобы побыстрее Они капнули Здесь появляются Авиабазы На авиабазах На авиабазах Я бы сказал Появляются наши самолеты Вот мы Реда Жанейра взяли Просто Все перед нами падает Вопрос только Что там По капу Уже больше половины Еще на юге Там доберемся Тут что-то покрасим Я думаю Станет нормально И только сейчас Заезжают эти ребята Потому что Это другой Морской регион Был Я этого сразу не заметил Тем не менее Успеем О ситуация В французской республике Ага Плачевные Французская Как же команда Я завидела Что она готова Сдаться Все Антанта Разгромлена Навсегда А сейчас узнаем А есть Тичь из Антанта Бразилия была Из Антанта Нет Бразилия была Из Рейхспакта Хорошо Образ Давайте Может быть Посмотрим В дипломатии Вот Как-то Антский Ну да Все Его нету Любопытно Рейхспакт У нас Рейхспакт Да Мы говорим И Бразилия сейчас капнет Как мы Заберем этот порт Уже Чуть-чуть Осталось И Наконец-таки Мы пойдем На какие-то Другие франты Потому что Это будет Более-менее Безопасно Единственное Конечно Секи-то армии Будут ликвидировать Еще другие страны Которые считают Все независимыми Ошибочно И Но Но тут Флот там уже Будет не нужно Ой Мы кстати говоря В Дании Забираем Гренландию Потому что Ну А что нет Ну да Надо отдавать Вот и Бразилия Задалась Здесь кстати говоря Еще какие-то войска Есть чужие Ага И после этого Бразилия говорила Что они независимы Сразу видна Рука Рейхспакта Так А нам бы Куда дальше Здесь у нас Все готово Здесь у нас КБ есть Мы Объявляем войну И у нас Ничто не делается Ни на что КБ У нас есть возможность Так Судьба Вот так Сторожения в Перу Есть Давайте КБ сразу На Аргентину Делать И Так как Два подряд КБ делать Выгодно Давайте На Уругвай Тоже Ну вот Панама Капнула В принципе Без Каких Либо Проблем У нас Слишком Много Фабрик Побыстрее Безерный Реактор Чтобы Закрывать Потому что У нас Только Один ТНП Поэтому Каждая Фабрика Работает Всегда Никто Не Смеет Закрываться И мы Наконец Таким Делаем Наши Прекрасные Танковые Дивизии Чем Это Таким Они Будут Я думаю Я Правильно Понял Что Это Я Да Все Правильно Я Сделал Это Новые Наши Дивизии Это Будут Наши Тонки И Да Это Чудо Выглядит Очень Страшно 800 У него 30 Атаки Огромная Защита Огромный Прорыв Арги Как будто Мало Но Мы Знаем Что Это Фейк Информация Давайте Казуальных 24 Дивизии Закажем Я думаю Будет Достаточно Плюс Минус И Наконец Таки Почти Закончилась Война Гражданки Закончилась Война Гражданки 42 Год Ну Как бы Да Уже Пора Германия Кстати Говоря Все таки Камбэкнула Здесь Вот Камбэкнула Во Франции Ну Все еще Военно Длится Все еще Россия Просто Ну Такая Начали На расслабоне Ничего Не делает Ну Че Как хотят О Здесь Правительство Цин Получилось А кто Этот Антянь По-моему Нет Это Пей А Это Вот Отсюда Пей Пей Молодец Получается Объединился Таки Китай О Наконец Так Ребята Так Россия Начала Марш На Запад Дождались Проснулись 43 Год Пора Просыпаться Савинков Долго Спал Слушайте Ну Они Вышли Да Большими Это Даст Шанс Опять Такие Синдикалисты Если Они Вот Не Капнут В Принципе А мы тем временем готовимся на Тигром океане воевать Сюда наши морпехи едут В принципе вот эти видите да обучались еще Я думаю сколько у нас вообще можно еще морпехов сделать Можно сделать еще одну армию морпехов почему бы нет Собственно говоря Сейчас они здесь будут воевать Потом возможно еще где-нибудь что-нибудь здесь Может какой-нибудь Китай Потом посмотрим У нас в общем-то здесь цели еще есть И самое главное можно флот вот этот вот переместить вот отсюда Пожалуй как раз таки вот туда Давайте так и сделаем О слушайте Горда конца сити Теперь все Развалились вооруженные силы Ага Вот это больше нету Ну мы сейчас их захватим Хотя 5 тнп конечно жалко Ну и мы уже начинаем пускать в принципе их в лот на дно Как я заметил В общем-то Так и ожидалось Давайте-ка сразу сделаем Наверное вот так скорее всего Может какие-то перки есть Нет Перков нету Прокачки тоже нету Ну ладно То есть у нас нереальная Ёбка в джунглях происходит Господи как меня эти джунгли здесь бесят Насрали сюда Всякие странные респакты От дивизии И вот стоят вот здесь вот Выбивайте нас Ну круто блин Очень-очень кайфовый геймплей Ну я думаю мы наконец-таки готовы Здесь ребята все обучились Давайте-ка нажимаем так И нажимаем призвать всех Уже пора Немецко-японская война Немецко-японская война В скобочках японии варенит к Америке Ну ладно Кстати говоря Подожди у них есть сверокого процветания Да есть Вау Может еще Нет ладно Этим не дали Забавно И наши моропехи успешно высаживаются Вот сюда Варнео мы занимаем Эти пускай ребят сразу Я вижу там какой-то очень раненый Есть авианосец Ну Это их проблема Что он там такой раненый А мы сейчас здесь займем территорию И там занимаем территорию И я думаю потом пойдем По островам высаживаться Если говоря еще из голландского Стынти воин Надо будет на них тоже обратить внимание У них тоже есть войска Бля вот конечно Входки просто гениальные фронты Вот-вот до сюда дошли А все Афронт закончился Возвращаемся домой Идем в какие-то другие смешные приказы Нет Допейте пожалуйста Ну и мы взяли Сингапур Что там по капитализации Почти готово Наверное здесь еще что-то взять надо Или на островах что ли Неужели Слушайте Мы начали Здесь освобождать Но они блять Сесть сюда сбежали Господи Как они меня заебали Я просто Ну нет слов Как воевать Вот в этих джунглях Кайфово Это просто невероятно Не описать словами Ладно Мы просто все это добьем Но только Чтобы все эти ребята До сюда успели добежать И остатая капнула Но к сожалению Все эти острова все еще остались По стазе И мне впадло их добивать Так что не будем этим заниматься Нам нужно просто капнуть Германию И в принципе все развалится Ну и слушайте С прибытием наших дивизий сюда Как-то все сразу стало Повеселее Сразу и здесь начались Нормальные атаки И там И тут вроде Господи Надеюсь скоро Война эта закончится В Южной Америке Потому что она Очень утомительная Для меня была Я думаю мы будем Сейчас заниматься Вьетнамом Ну что же не может Плохого пойти Во Вьетнам и Америке Верно А здесь падение Берлина Произошло И судя по всему Рейкспак сейчас распадется И эта война Скоро закончится Падение Лондона Произошло тем временем Германия отступает Вперед Видимо Германия Решила эвакуироваться В Британию Ну что же Ситуация интересная Скажем так В Европе просто Полная жесть Здесь еще ЦИ начал войну с Россией Я чувствую Вот наш лейтгейм Противник Но мы его уже взломали Так что в принципе Мы ничего не боимся Ну и доделываем Мы наверное Наши стрипители Они будут просто Вот так выглядеть Да давайте Может есть какая-нибудь Иконка поинтересней Ну нет Наверное Самая хорошая иконка Для тяжелых истребителей Давайте их и будем Производить И наши Вот эти вот тоже Самолётики Тоже апают Все двигатели Хотя А им еще больше апать Кроме двигателей Да Здесь же орудия Ну вот так можем И хапнуть Наверное Ну да И на этом все Пожалуй И вот Крах Рейхспакта Мирная конференция Происходит Наверное Не с нами Или может С нами Сейчас узнаем И так Что тут у нас Произошло Во-первых Ни хрена Не произошло По ощущениям Или мне кажется Нет Германия сейчас капнет Я так понимаю Остальное Ооо Вот оно Произошло Слушайте А варскор Это ни хрена нету Очень мало Ну вот так стал Выглядеть мир Все забрали Французы Какой ужас Но в Америке В принципе Все забрали мы В Тихом океане Тоже все забрали мы И это более-менее устроит И теперь Хотя что Страны все А Теперь у нас Забавился Собственно говоря Интерфейс Войны Ну ничего Америка становится Великой Макартер становится Все больше и больше Тем самым Авторитарным диктатором Скоро у нас еще И ядерки Будут потихоньку Делаться У нас промышленность Просто какая-то Гигантская 450 военных заводов У нас Наши танковые дивизии Скоро закончатся Новая Морпех Новая армия Морпехов Новая армия Механа В общем-то Наша армия Все увеличивается Увеличивается И у нас еще 10 миллионов Людей в запасе Господи Как их много Посмотрим Что мы будем делать В следующей серии Скорее всего Дальше Пойдем здесь Добьем уже Тех с кем мы воюем Южную Америку Всю добьем И будем уже Планировать выставку Либо в Африку Либо Азии заниматься Либо уже Европой И интернационалом Посмотрим Скорее всего Интернационалом Потому что у них В Южной Африке Точнее Америки Есть свой кусочек А с вами Ребят был ДБ Подписывайтесь Вы еще вдруг не подписаны Лайки, комментарии Ребята Дискорд Твич тоже не забывайте И до скорых встреч Пока